Какой час-то мы здесь уже? Одиннадцатый? Мне кажется, уже четырнадцатый. Спасибо, у меня все, я домой. Вы меня достали за сегодня. Не только вы мне не нравитесь, вас слишком много за сегодня. Я думаю, подожди. У тебя отчаянное положение на часах три ночи. Мы are your friends! Одиннадцатый. Вода, подними лед. Достаточно крепкий для человека. Не очень для наших машин. Сегодня у нас очередная разведка. На этот раз нам присоединился Юлик или Макс на Бранглере, на Унемогах. Надеемся разведать дорожку. Направление то же, что и в прошлый раз. Доброе утро! Попадем! Чуть-чуть страшно. Это же фигня. Страшно весит. Это еще Ярика перед нами нет. Да! Да! Да ладно! Да! Подожди! Здорово, правда? Подожди! Здесь! Блин! Мы не туда повернулись! Туда! Мы проскочили! Туда! Ты к озеру хотел ехать? Да блин, да! Ахахаха! Так-то мы на лепке. Ладно, отсюда попробуем. Или обратно. Там лепка длиной в жизнь бегает. Ой, лепка, болото. Да нет, чуть-чуть. Вот там берег. Не, это-то да, но просто мы тут же были потом на лотке. Да. А мы хотели вот так вот. Озер живописный так-нибудь, да? Так. Это у нас, да. Это у нас ящик для еды. А это у нас еда. Я думаю, что... Да, нужно взять и плену, чтобы не купить. Да. Я думаю, трудный час. Трудный час. Ладно, раз не ехать. Можно собрать это все дело и съесть. У нас есть мед. Есть черный чай. Петушок нет, там сахар. Кому чай вкусно? Уже с сахаром? Да. Что ж ты раньше не пришел, Макс? Да. Я знал, когда прийти. Мы здесь ехали. Как это? Нет. Вот следы наши. Да нет, Паш. Вот наши следы. Вот мы ехали так, и вот прям колью смотри, вот мимо вот этого куста. А не так? Не-не-не. Вот он здесь вот так. А какая середина тогда? А? Середина вон та, от елки слева. Да. А, ты имеешь ввиду туда? Прямо на выезде, да. Туда, туда? Туда. 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 Ой, не очень удобно одновременно помогать и лебедить. и снимать, вернее, помогать и снимать. Торожка с прошлого выезда, ну, позапрошлого. Какую-то часть проехали самостоятельно, поскольку прошлого часа расчистили, какую-то часть неизбежно едем на лебедке. Достаточно глубоко мне по пояс, это, не знаю, там, полтора, полтора метра точно. Выбрался из засады, самостоятельно пока перемещается. Посмотрим, сколько его хватит. Сейчас он тут влипнет по фаре. Продолжает движение, Паш. Ну, вот там он и приехал. А, нет, все это, ребят. Паш, лебедка! Ой, продолжаем. Я уже, по-моему, плястры перецепил. Какая? Поец�로 перецепил. Купик. Фары не видно, по-моему, такого треша у нас не было давно, как-то прошло сюда, доехали значительно проще. Сейчас ему бревна будут мешать. Сейчас, стой, я попробую бревно убрать, Паша, подожди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Она была под водой, судя по всему. Получше оттереть, а то его потом закроем с водой. Давай я воздух возьму. Мы готовы. Камера, мотор! Она полная, просто полная дверь. Там еще и в товорочке вода. О, сейчас лучше было. Писающий мальчик. Тут я по-моему открыл какой-то кран только. Что-то вода грязная. У меня снова воду в дверях меня. О! Камни! Макс погрузился в пучину. Давай, давай, давай! Хорошо. Сейчас попробую подобраться ближе. Надо поплыть слегка. Мурик! Скажи, пускай остановит. Я перемотаюсь чуть-чуть. Стой! 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 Вот здесь еще лучше! Это грудь! Ты тоже терпишь бедствие? Слушай, а я что? Что, все? Смотри, Гом поехал! Поехал? Поехал! 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 Не зря стал! Не зря! Трот под колесо зайдет! Поехал! Снять, что ли, с себя? Слушай, а он едет! Бегай аккуратно! У тебя там тронут! Пошла гора! Гриндайзер! Сиди! Если что, хватайся за то дерево! Если что! Если что! Ты что-то снимаешь? Да, пробежать хочешь, да? Думаю, с какой ноги начать? С левой или с правой? Здесь хотя бы было не очень глубоко! Чего говоришь, не мочите? Платор не мочит? Да! Да, там тоже было бы плохо! Как будто из-под земли выезжает! Как будто из-под земли выезжает! Сейчас вы взяли в дорогу! Я рад, что это восхотка инцидирует! Нормально! Свобода! Шури, знаешь, с этой стороны определенно уличка! Однозначно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень весело, гонки на открытой местности, на Улыбке, в болоте, то кого обгонят. На этот раз мы засели. С помощью второй машины вытаскиваемся. Субтитры сделал DimaTorzok Паш, там жиденько очень. Слежись туда, наверх, наверх. Ходимся медленно. У Макса порвался ремень, генератор. Левее крутил. Кручу все гайки, которые могу, парни. Широкую на широкую. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я к тому, что в данном случае широкие колеса решаю. Да. Насколько это можно сравнить? Колеса у нас одинаковые, я так понимаю. Мы на пол колеса проваливаемся в чате. А в той же чаще шестнадцатая шириной проваливается, но не там. Это про преимущества широкого и узкого в таких условиях. И еще я хочу добавить, что такой такой попы у нас еще не было. Чтобы я ехал в открытое болото. Причем сейчас еще там сям деревья, то есть какой-то лес тут был, который затопило. А дальше уже и этот, эти островки надежды в виде маленьких кустов, вернее этих деревьев исчезают. И что-то я очкую Славик, как говорится. Ну дно тут конечно же есть, иначе мы бы не могли ехать. Это все-таки не болотоход у нас. О, дерево. Там мертв пока сейчас. И так, Макса машина это кузов Вранглера. А низ это полностью унемог. Раму укоротили. Поднижение, коробка, мосты остались от унемога. И двигатели у него. Рядная шестерка. Четырехлитровая от Вранглера. Держимся леса? Да. Поближе к лесу. Я думаю, расстроить нас там нет леса. Вот мы видим припешку все. Вот зеленая. Четенько мы проваливаемся на пол колеса. В данной части. Не знаю. Может быть у них колесо скорее всего, сколько я мог заметить, более дубовое. Из-за этого она проминается меньше. И может быть это незначительная разница дает такой вызывальный взгляд, что как бы они меньше проваливаются. Сложно сказать. Мы сейчас до того, как оказались на этом болоте много рубились на лэпки, на перегонки. И я, по крайней мере, проваливался и застревал больше, чем этот LMAX. Не сказать, что мы оба ехали по одинаковому покрытию, поскольку там лево-вправо все меняется. Но есть у меня ощущение, что 16-я ширина все-таки лучше должна ехать. Накаркал я по ходу. Про Макс не проваливайся, не проваливайся. Нашел он себе. Нашел место. Подтянем сейчас его назад. У меня 4. Плюсовая температура. Сегодня плюс 7. и иногда пешком можно по верху ходить, как будто ты рассекаешь воду. Чудо. А по факту техни, конечно, все не держат и проваливаются. И тут хорошо, я смотрю. Очень хорошо. Плаву совсем не надо. Сейчас Макса потянет. Попробую сейчас встать там, где у Макса колесо провалилось. Ну, я ушел. Колено и меня там не идут. Такой-то я останавливаюсь, но машину, конечно, это одно не держит. Надо искать другую дорожку. И как вот задняя часть пытается держаться. А передняя нет. Ну, я так понимаю, по разносовке впереди больше веса и за двигателем и агрегатом. Постояв, машина опустилась на более чем пол колеса. Это означает, что высота воды, то есть у нас, грубо, 1 метр колесо, ну, 105 сантиметров, если точнее. Учитывая, что она стравлена. Ну, полметра воды тут точно есть. Я думаю, если оставшийся маршрут, придется пешком перед машиной идти, чтобы, если что, вовремя останавливать движение, менять траекторию или вовсе разворачиваться. Каждый раз говорю, такой фигни у нас еще не было. И вот так вот. Крайне напряженно едем. Медленно, медленно, медленно. Стремились в самый центр болота, но совсем все плохо остановилась. Решили сейчас ближе к лесу двигаться. Очень стрёмно. И ни в коем случае нельзя терять концентрацию. И останавливаться уже, в отличие от прошлых мест, уже тут не очень получается, потому что останавливаться сразу начинает машина прогружаться чуть-чуть. Смотрите. Хорошо есть Макс. Хороший якорь. Хороший якорь. Хороший якорь. Альба лисия. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть практически на дисках мы едем Вот такие льдины Субтитры делал DimaTorzok Ужасная красота Тут вроде мельче, жизнь налаживается Но это не точно Наличие деревьев верный признак Что валют меньше Ручной газ тема Ты сейчас на ручном газу что ли? Да, и педали вообще не купят Ну вот, ручной газ Можно выйти из машины и все Она сама делает все Ну это конечно за счет гидротрансформатора В автоматической коробке передач Поскольку Механическая коробка вам Такое Не даст Она при случае В том случае, когда Скажем, ему станет тяжелее ехать А топливо Больше не становится Машина просто заглохнет А в случае с автоматической коробкой передач И при наличии гидротрансформатора В данном случае у нас коэффициент 2 к 1 То получается, что Машина Сталкивается с сопротивлением Преодолеть не можешь Скорость падает И вместо того, чтобы глохнуть Как на механической коробке передач Гидротрансформатор На маленьких раз вверх упает Вход Скорость падает А момент растет Тем самым вы Не останавливаетесь, не глохнете А продолжаете движение Медленнее Но продолжаете движение 2 к 1 Вот такая история Поэтому, когда мы спорим Про механику автомат Если Нету Необходимости в том Чтобы это был Небольшой вес У машины Потому что В спортивных автомобилях Актуально Механическая коробка Значительно легче Чем автоматическая коробка передач То Однозначно автомат, ребят Ой, приехали Пошла Зара Да, понятно Да Да Продолжение следует... Продолжение следует... Да Они просто скребет Бампером Выскочила Представляете, да, высота Машины, да, дверей Все в этом дело Хорошо Относительно сухого Еще 200 метров Можете есть Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok